Давайте начинать. Пару слов о вашей работе. Я робила для себе, це був ребрендинг, десь два години назад робила логотів для строительства компанії, і я вирішила для них для себе зробити ребрендинг, всіх повністю. І це для мене такий показує, як… Ваш рост професіональний. Да-да-да, ми ріст, а за ті два роки, як я вирісла і чому я націлась. Лого вийшов дуже монументальний, я б сказала, такий. Ну, я вийшов вийшов в страну, вже в кінці я поняла, що там з імено з надписів, ну якось на даші поіграти, а подумати, як не буду. Ну, не знаю, по-моему, выглядит довольно гармонично. Можно спорить о самой форме і об'ємі, але в цілому він в композиції смотриться дуже гармонично. Ну і тут узнаваєма форма дому. Т.е. глядя на символ, якщо в нас буде какая-то продукція брендування без підписи, о чому йдет річ, ми зможемо, в принципі, догадатися, що річ йдет о строительстві. Не могли б ви розказати пару слов, як вам в цілому курс, як вам в цілому обучення, як вам далися дипломний проект, було ли тяжело, було ли легко? Пару слов. Я дуже рада, що я решилася на питання курс. Тому, що яке вже казала, в мене в невері до пыли за все. І я була неуверена в своїх возможностях, в тому, що я не маю. І я рішила закріпити ту корочку, яку я знала. І я навіть більше узнала, ніж в універі дають. За що? Я плачу вже більше. А тут я знала набагато більше всього. І відкрила на себе реально багато класних штук в фотошопі, іллюстраторі, в індизайні. Ну, я дуже довольна курсом. І що я рішилася на цей крок. Света, спасибо вам большое за вашу роботу. Получилось дуже стильно. і строго в тому плані, що ми розуміємо, такий взяти бренд, такий концепт. Але я подумала, що було б прикольно зробити бар. С неоновою вывескою, з елементами чого-то такого тропичного. І щоб не подавлятися множество похожих барів, там де пальми, фламинго, я взяла птицю «Вибис». Похожа на фламинго, но не совсем та. Соединила этот логотип, ну, как силуэт птицы, с бокалом. Т.е. получилось как бы птица и бар, что-то такое, вот, экзотическое. Мне было тяжело становиться на чём-то одном. Хотелось сразу попробовать все прикольные штуки, но вот под конец уже я как-то пришла к общому знаменателю. Оставила пальмы, веселая птица и некоторые цвета, но не особо яркие. Ну, яркие разве, что розовый из них, чтобы напоминать именно о неонном свете. Ну, и чтобы не было слишком много глазу. Я была приключена с Юрией и светлой цветов. Ну, такие пастельные, но, мне кажется, они передают атмосферу того места, о котором вы хотели поведать нам, да, как мы смотрим презентацию, как историю, как рассказ. И вот сразу мне бы хотелось побывать в таком баре, но на самом деле мне очень понравился ваш логотип. Хотя мы долго, по-моему, да, выбирали, не могли на чем-то остановиться, меняли его. Ну, скажите, вам нравится самой конечный результат, логотип, который получился? Да, но я смотрю на него и вижу много труда, которые туда можно. Скажите, как вам в целом обучение? Было ли тяжело, сложно, или легко, наоборот? Может быть, чего-то не хватило, или наоборот, слишком чего-то было много? Через полный месяц, мне казалось, это просто вечность. Ну, у меня уже был экраунд иллюстрации, ну, как бы, некоторые дизайны я тоже делала, и я думала уже так, ну, там, что я там уже делаю? Но столкнулась уже с такой реальностью. Мне понравилось, что мы так во время курса затронули очень многие, как бы, темы, и дизайн, иллюстратор, и фотошоп, и даже анимации, там, всякие разные. Ну, в общем, это очень многогрантно, как для дизайнера, мне кажется, это полезно. Мне этот логотип очень нравится, и кейс этот нравится. Я думаю, я очень рада, в принципе, что вы добавили, еще обратили внимание на неон, что немножко мне его не хватило в связке с названием. Кейс все-таки его дозалили вот этой анимашкой гибкой. Тогда мы готовы перейти к следующей презентации, и у нас косметика. Да? Да. Попочется, когда перешла идея о такой косметике, это домашний восстав, или, например, молочко для ванны, для тела, соли, для скрабы. С логотипом был такой момент, сначала я рисовала на бумажке, и на листке это вот все по-другому выглядело. Там какие-то и закоручки были, и сердечко там вырисовывало. Когда я после переносила в иллюстратора, то так красиво не получалось, и вот немного мучилась с логотипом, и в итоге легко захотелось сделать больше текст, и какой-то круг, чтобы что-то такое приятное, этот логотип так в этот круг поместить. Я выбрала шрифт, такой, получается, немного витеватый, так рукописный. Как бы тоже показалось, что он будет не так остро смотреться на такой косметике, более расслабляющей, чтобы такое потерялось, плавные мини, чтобы были. Ну и такая отсылка, как бы, к более домашнему. Ну что ли, что-то есть такое приятное, что это домашняя процедура, ты как-то понимаешь? Да, да, да. Вот именно так, что можно прийти домой, себе расслабиться, взять красивую бутылочку, вот и полюбоваться какими-то линиями. Вот такая вот идея была. Да, мне нравится, как получилась презентация. Я так понимаю, это тоже не первое ваше обучение. Нет, я год назад как раз тоже в это время проходила по дизайну курс, и получается уже как фигма, фотошоп, вот были освоены хорошо, а иллюстратор всегда оставался такой темной волшавкой, и хотелось как-то более узнать иллюстратора, потому что всегда как-то открывало, все непонятное, вроде смотришь какие-то уроки, и все равно как-то пытаясь что-то делать, купить все в слоях, просто кошмар какой-то. А благодаря курсу более стал понятен иллюстратора, как сказать, что он не такой сложный, не так технически понятный, легко. Класс, Инна! Ну, мне нравится очень ваша презентация, я была рада вас обучать, вы очень постарательная ученица, и я думаю у нас так же все получится. Кто у нас готов следующее рассказать про свою работу немного? Давайте я! Давайте Анастасия! Ну, я выбрала именно эту тему, потому что я в принципе очень люблю смечки, это моя такая слабость неверная, пришла к этой идее очень спонтанно, в принципе, работать с дизайном логотипов, и вообще вот это все, что мы проведили. Мне очень понравилось, я думаю, что я буду продолжать обучение. Я повторюсь, что я до этого вообще ничего не знала с этой темой, для меня это вообще все было очень новое, и моментами было очень тепло, потому что еще учеба напрягала, какие-то свои дела, и это все вместе так накапливалось-накапливалось, нужно, наверное, быть очень собранным человеком, вот, ставить себе какие-то рамки во времени, чтобы все успевать вовремя, потому что у меня с этим проблемы. Вот, в самый последний момент скидывала презентацию, потому что я ничего не успевала. Ну, в принципе, курсом я довольна, я в целом вообще поняла, что он из себя представляет, что представляет из себя вообще работа дизайнера, с чем можно столкнуться, с какими проблемами, очень много фишек узнала разных, понравился курсом в целом. Вот, еще хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали, почему выбрали все-таки такие цвета, почему именно зеленый? Зеленый, потому что, я вообще борюсь за экологию. Подчеркнуть органичность, да? Да, да, подчеркнуть органичности. Да, экология, я не знаю. Но это все-таки органические свечи, а не слоевые, поэтому, где раз как-то подчеркнуть, да, через цвет. Зеленый такой неяркий, а немножко приглушенный, то есть, идеально хорошо. Но мне нравится нейминг, мне, в принципе, нравится логотип, а презентацию мне бы больше хотелось видеть, конечно, в таком стиле, как мы сделали обложку, в этом же стиле и продолжить. То есть, оно где-то есть, а где-то мы от этого уходим. Но кейс крутой, я думаю, надеюсь, мы когда-то увидим такие органические свечи на рынке. Спасибо, Анастасия, вам за презентацию. Кристина, с вами, мне кажется, мы найдовше работали. Взагалі, знаете, спершу, это, как думалось, как домашняя работа с какого-то уроку. Такая, ну там, треба было одну тему выбрать, а потом я взагалі не знала, что делать на дипломный проект. И я не знала, что я... Я ведь поспитала, мы думали, может, ребрендинг чого-то, а че-ля не знаю, какого-то логотипа, может... Ну, было бы непогано, но я потом, когда у меня ничего не стыгаю, решила сделать банк, потому что раньше, на домашню, я не припочала, и подумала, что у меня даже что-то есть. Такой логотип был, но потом я его переродила. А потом, как возникла социальная работа, я часто с датом радуюсь, ось, что до спойтинга какого-то таки. Я пока курс проходила, я была как-то такая домашняя, ну, домашнее завдание на что-то, что-то таки выгадывали свое, то я, ну, как я что-то придумала, я часто так, как он сказал, потому что, ну, я бы сказал, у него часто такие погляди, неординарные разные вещи, и мне понравилось это, это интересное выступление, потому что, когда я говорила про банк, то, что я минулую назву, ну, мне как-то так тяжко было с тем выгадывать, что это дизайн, что что, и он так же автомат сказал, а почему? Ну, у него будет он потом. И, ну, как бы через легенду, про золото песню, что до кольорей хотела сказать, я не думала, так как бы ни на чём не засновывалось, не было никакой основы, просто шукала на разных сайтах, какие-то поединения, два-три кури, какие-то оттенки, но вот и выбрали, вот такие зеленые, там, червонок и оранжевый, и червонок. Вот, вот, потом я переходила к графике куботка, гетьмана, и понимала, что это как раз поискало, что эти кольори, вот такие, как его изображают, очень часто. Ну, мне лого очень нравится, вышло очень стильно, геральтично, сложно и просто одночасно. Посмотрев этот графический символ, мы видим, что наши деньги в безопасности. Такой щит, который ограничивает, скажем так, усилия. Безпека, безпека. Мы видим здесь безпеку, шабли и щит ее символизируют. Спасибо вам большое за презентацию. У нас осталась София, да? Расскажите нам немного о вашей мечте. Очень хочется когда-нибудь, возможно, открыть вот такое вот заведение в городе. Считаю, что это очень такая актуальная тема, соляная комната, и эта комната, которая, в принципе, нужна всем, для того, чтобы очищать дыхательные пути, избавляться от аллергии, восстанавливать иммунитет. В общем, очень нужная вещь, и решила сделать так, на будущее проект. Почему вот такой вот логотип, два квадрата, первый квадрат, означает то, что это соль. Соль, в принципе, она такая, пообразная, текстура, да? Кристаллическая. Вторая комната. Комната тоже квадратная. Поэтому получилось два квадрата соль. Цвета синие выбраны, основные, потому что, синие, белые, цвета здоровья, цвета воздуха, чистоты, медицинские такие, больше цвета. Поэтому такие выбраны цвета для работы. вот старалась выбирать такие тёмные цвета документации во всём. Ну, потому что строгий стиль, так всё-таки медицинская направленность. Мне хотелось, чтобы это было выглядеть строго, лаконично. Прямо получилась презентация. Это мой, в принципе, первый опыт в дизайне. Впервые открыла иллюстратор в картошок. Усёл всё, в принципе, впервые. Я провизор. Десять лет я уже в медицине. И, ну, так сложилось в медицине. меняю профессию. Теперь буду дизайнером. Спасибо всем большое. Вы супер, вы крутые, вы осилили такой огромный пласт обучения. Всё у вас получится. Помните, главное, верить в себя и можно свернуть горы. в медицине. Давайте попробуем в медицине. У нас невероятно. В медицине. В медицине. в медицине. В медицине. В медицине. В медицине.